Всем привет! Всем привет! Сегодня мы с Максимом отправляемся на поиски покемонов. Совсем недавно во всем мире прогремела новая игрушка в реальном времени. Вы ходите со своим телефоном по городу и отлавливаете покемонов. Это совершенно новая игра, такого еще не было вообще никогда, чтобы люди вышли из своего дома, подняли свои ленивые попы из компьютера и стали ходить по городу. Совсем недавно в Санта-Монике собралось прям очень много людей, чтобы отыскать покемонов, говорят, даже были драки. В России еще до сих пор нет этих покемонов. И так как у нас айфоны тоже были под Россию, но мы вчера весь вечер убили на то, чтобы обмануть систему, и все-таки мы скачали этих покемонов. Через Австралию. Через Австралию, хотя совсем скоро уже в России появятся эти покемоны, приложения. Именно поэтому мы решили сегодня, что мы тоже хотим отправиться. Мы вчера хотели, но вчера начался ливень, но мы успели поймать одного покемона дома. В приложении появится карта. На этой карте показываются точки, где можно найти покеболы. Кто смотрел покемонов, тот нас поймет. В которых уже ты ловишь покемонов. И вся суть в том, что есть еще точки, на которых можно найти эти покеболы. Потому что мы сейчас отправляемся за покеболами. Сейчас загрузится приложение, что-то стало колом, и мы уже расстроились. Что-то он показывает. Мы уже находимся на первой точке. Нашли покемона. Это не покемон, это точка, до которой нам нужно дойти. Она вот таким синим цветом показана. В общем, сейчас, как нам кажется, что это находится в кустах. Возможно, это где-то здесь, но там все перегорождено. И она идет, и она идет в здание, думаю. Идет в здание. Походу, в отелье она здесь. И мы опять на дороге. Нет, это вот здесь вот. А что она хочет от нас, от этого здания? Он же должен как-то находить. А ближайших точек у нас больше просто вон аж где. Уже в центр надо доехать. Ну, нет любви здесь. Поскольку я смотрела обзор, нам, походу, с Максимом сейчас надо будет поехать в центральное место. Общественное место, где большое скопление людей. Наверное, мы сейчас поедем на центр фестиваля, куда-то в ту сторону. И там должны, в общем, появляется такой жетон. Опять появился. Появляется такой жетон. Ты его раскручиваешь, у тебя выпадают покеболы. И потом в эти покеболы надо ловить покемонов. Наверное, таким вот схемой нам надо ехать в центр сейчас. Да. Короче, мы поехали в центр. Будем искать этих покеболов. Пока мы выключим, потому что батарейка съедается ужасно быстро. В общем, мы уже оказались на Волкин-стрите. На улице безумно душно. И мы уже посетили несколько покестопов. Но здесь нет покемонов. И я так полагаю, что, скорее всего, игрушка еще не оптимизировалась для Таиланда. Максим еще не теряет надежды и пытается найти хоть одного покемона. Ну, в общем, я не знаю даже, стоит ли продолжать эти поиски. Потому что очень жарко и бессмысленно, мне кажется, ходить. Я очень расстроилась, потому что я вчера полвечера убила на то, чтобы все-таки найти ссылку для скачивания. И мне очень хотелось найти этих покемонов. Очень жаль. Я расстроилась. Мы приехали домой. Все уже. Купили продуктов, питание. Да, уже я подуспокоилась с покемонами. Потому что, ну, действительно обидно. Реально обидно было. В общем, хотим с вами поговорить насчет комментариев, которые вы писали. Да, и у вас многое поспрашивать. А, по поводу, почему мы хотим переехать из Таиланда. Почему мы задумываемся об этом? Максим, расскажи. Ну, во-первых, это, конечно, интернет. Потому что с ним невозможно работать. Он то не работает, то отключается, то неполадки. То есть, если свет вырубится, то он вообще не работает несколько дней. Ну, во-вторых, Максим вообще уже устал от Таиланда. Да. Я каждый день выслушиваю это то, что у нас, ну, его достал Таиланд. Ему не нравится жара, ему не нравятся цены. Ну, и все в этом духе. Хотя мы прекрасно понимаем, что если мы вернемся в Россию, то ничего особо не поменяется. Цены там у вас очень сильно поднялись в феврале. Но это где? Не везде поднялись? Ну, по крайней мере, мы живем на Дальнем Востоке. Мы спрашивали у наших друзей. Они сказали, что цены поднялись. Ну да, кстати, напишите, из каких вы городов и на сколько у вас поднялись цены за эти полгода. Нам будет очень интересно. Нам вообще очень интересно узнать, откуда нас смотрят. Потому что у нас 80% это Россия, но мы не можем узнать, из каких городов. От этого очень многое будет зависеть. В том числе и когда мы будем, в какое время мы будем выставлять выпуски. Чтобы вам было удобно, чтобы вы были свободны. Потому что мы ориентируемся по нашему времени. Иногда я ночью закидываю в ночь на число, которое должен быть выпуск. Иногда я просыпаюсь и днем это делаю. Это было приятное сообщение. Да, и нам очень понравилось это сообщение. И спросили, а где же видео? У вас же уже наступил следующий день. Так что давайте, заливайте быстренько. Ну, вообще в Таиланде есть очень много минусов. Допустим, те же врачи, то есть имеют страховку, но вы можете обратиться только в экстренном случае. Вы не можете ходить по клиникам. А так как здесь очень много таких случаев было, когда пошли, вроде бы, полечиться, а получили какую-то инфекцию. Ну, на самом деле, я очень мнительный человек. Я, наверное, похожа на жирафа из Мадагаскара. Да, вот у меня такой же характер, особенно все, что связано с врачами. Я очень сильно переживаю. Я сам себе врач, да? Да, я открою этот Яндекс, начну перерывать, что у меня и как, накручу себе кучу всего. В итоге, то есть мне проще в России было взять этот полис, да, или там пойти в частную клинику, заплатить денег, сходить, я буду спокойно. То есть я вижу, что все нормально, я знаю нашу медицину. В Таиланде же очень многие говорят, что здесь не лечат, здесь калечек. То есть, да, пластическая хирургия здесь хорошая, но все, что связано с вашим здоровьем, лучше много раз подумать. Или идти в очень дорогую клинику, с которой вас за обычный прием возьмут, как нам страховая оплачивала 4000 бат за то, что мне, когда у меня был желудок очень сильно заболел, за то, что меня приняли, поспрашивали вопросы, мне осмотрели, выписали таблетки. В принципе, которые стоят в 7-11 там 50-70 бат, и мы за это, ну, наша страховая заплатила 4000 бат. Ну, это круто. 8000 рублей просто за то, что тебе прописали таблетки за 50 рублей и потратили на тебя 3 минуты от вашего времени. Мы все равно, мы как бы думаем о будущем, мы семейная пара, да, и все равно мы задумываемся... О Кипре. О Кипре, о детях. Вот, и поэтому, конечно, здесь вот я очень много спрашивала в группе, где там пойти сдать тест на гормоны, где там найти хорошего женского врача, на самом деле. Вроде пишут, что есть тайки, но это просто что-то более-менее среди того, что предлагается. Поэтому мы загрустили, и мы начинаем задумывать. Ну, и всяких много мелочных таких причин, по которым... Но пока мы никуда не улетаем, и пока мы даже не собираем чемоданы, не ищем билеты, мы пока здесь. Пока просто, возможно, это первое время, потому что мы здесь всего полгода, возможно, дальше будет лучше, поэтому... Мы просто заикнулись про это, но мы не сказали, что мы точно улетаем. Пока мы здесь, и выпуски будут из Таиланда. По поводу видео нашего, вот, последнего видео. Там... Тихо. Тихо, ты тоже поговорить хочешь? Посиди, пожалуйста, ладно? По поводу последнего видео, то, что, да, у нас тонула камера, кто не нашел видео, кто не нашел, где упала камера, ну, это очень очевидно. Это очень сложно как бы... Не найти, да. Не найти, потому что... Потому что прям большим кадром было показано, как камера падает в воду. Просто нас почему зацепил этот комментарий? Потому что перед этим комментарием был совсем другой и очень неприятный. И я очень прошу, когда вы пишете такие комментарии, вы не забывайте, что мы тоже читаем их, и что это бывает очень обидно. Да, тогда пели, и, в принципе, никто не был против всех. Наоборот, это как-то более-менее развеселило, потому что, если вы смотрели этот выпуск, и если вы смотрели трейлер к этому выпуску, это было реально в тот момент страшно. И это была разгрузка моральная. И, в принципе, если вы не были в такой ситуации, то судить других людей очень тяжело. В любом случае, как бы, знаете, это просто действительно... Вот вы, кто пишет такие комментарии, вы не задумываетесь, что чувствуем мы, когда мы читаем про себя такое. Причем, ладно, если бы написали, что просто, да, ну, мне не нравится, когда поют. Но написали с таким, как бы, контекстом, что вы там чуть ли не идиоты, и не знаю, просто я считаю, что... Не был ни судим. Да, больше даже не хочу об этом разговаривать, это было действительно неприятно. Мы ехали с таким более-менее хорошим настроением, сейчас мы увидели этот комментарий. И это реально неприятно, когда ты стараешься, может быть, просто нам надо перестать читать комментарии, отвечать. Возможно, так будет проще. То есть я понимаю, что на пути каждого видеоблогера и человека вообще, который занимается каким-либо творчеством, у него встречаются такие люди на пути. Да, но просто я понимала, когда мне нам там действительно написали про обзор сладости, что мы смотрим с телефона, да, нам не видно, я это учла. То есть, ну да, как бы, человек выразил свое недовольство, я это приняла к сведению, то, что следующий обзор, возможно, я буду делать ближе, потому что действительно некоторые люди смотрят с мобильных телефонов. А когда человек посмотрел твой ролик, и по его комментарию понятно, что он просмотрел его не весь, даже если он не увидел очевидное, что, да, где как упала камера, и пишет такие комментарии, ну, я думаю, что такие люди просто, наверное, удовлетворяются за чужой счет, и больше, я думаю, что на них не надо уделять такое внимание. Кстати, по поводу Каланова, спасибо, что так поддержали, очень многие написали свои любимые пляжи. Ну, действительно, мы не были на вот этом пляже Чтьен, да, правильно, Чтьен. Да, написало два человека, сказали об этом, возможно, зимой. Но мы были, нет, мы были на каком-то пляже под названием, как он, Самая, но куда нас привезли, это совсем не Самая была. Но там тоже написано было Самая. Да, там тоже было написано Самая, потому что, когда мы с мамой отдыхали, когда она приезжала, мы отдыхали на том пляже, на котором было, там не было ни камней, ни столбов в море, там были аккуратные пляжи, там были нормальные рестораны, где был выбор, чтобы покушать, нормальные лежаки. Ну, в принципе, у нас и так были нормальные лежаки. А лежаки как-то везде. Неадекватные какие-то были эти официанты. То есть, ты его зовёшь, он приходит, что-то, а, бэк-мык, ты заказал одно блюдо, он тебе принёс, а там должно быть одно, но он сказал, ну, мы заменили, ничего страшного, что-то, ну, покушаешь и это. Нормально, мы так подумали, конечно. Ну, всё, конечно, кстати, мы уже преодолели отметку в 10 тысяч просмотров, так что я хочу вас поздравить с этим, нас поздравить, то есть, это вы сделали нам 10 тысяч просмотров, но и будем идти дальше, я надеюсь, что... К миллиону завтра дойдём. Ну, нет, но в таком времени, возможно, мы уже будем поздравлять там с тысячью подписчиками и выше, и выше, то есть, 10 тысяч просмотров даёт мне полагать, что людям всё-таки нас смотрят, людям всё-таки это интересно. Некоторые из вас недавно нам написали в ВКонтакте, нашли наш ВКонтакте, хотя мы нигде его не выставляли, и он называется «Далеко не везде хорошо», о том, что они даже прилетают в Паттаю и хотят встретиться. Это очень приятно, то есть, видно, что наши труды просто так не проходят, то есть, совершенно незнакомые люди пишут о том, что мы будем в Паттайе и хотим с вами встретиться. Блин, это, я не знаю, как будто ты был на соревнованиях и получил медаль, наверное, это как... Мы тратим свою часть жизни, чтобы показать её вам, а вы тратите свою часть жизни, чтобы её посмотреть и пообщаться с нами, это очень приятно, спасибо, что остаетесь с нами. Кстати, по поводу конкурса, точно, ребята, самое важное забыла сказать, когда вы, кто не видел видео, я вот, вот здесь будет, иннотация выскочить сейчас, видео о том, то, что участвую в конкурсе, то есть, это про сладости. В общем, ребят, все, кто участвует, большая-большая просьба, ещё раз зайдите и посмотрите, правильно ли вы всё сделали. Вам нужно быть подписанным на наш канал, вам нужно поставить лайк под этим видео, при желании можно репостнуть это видео, и обязательно поставить хэштег, решёточка, участвую и написать порядковый номер, не тот номер, который бы вы хотите, а именно порядковый. Все сейчас номера, которые участвуют, я поставила под ними лайки, я поставила именно лайк, то, что, да, этот номер, всё, за ним закрепляется, за этим человеком этот номер, потому что у нас было как, у нас, допустим, кто-то написал номер 25, следующий пишет номер 88, но, как бы, я эти номера не учитываю, потому что они должны быть порядковыми. Вы просмотрели видео про сладкий челлендж, обновили страничку и посмотрели последние комментарии, именно ставьте порядковый, не по популярности каналов, а именно по новым комментариям, и вы увидите последний, который был, почитайте, пролистните, уделите минуту своего времени. Спасибо. 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 Ну а что, что, больше ничего, или чего есть ещё? Да, я думаю, что всё. На этом наше видео подходит к концу, мы обязательно ещё в следующее воскресенье, думаю, выйдем в эфир, будем с вами разговаривать. Поэтому всем до новых встреч, спасибо, что остаётесь с нами, и пока. До свидания.